Здравствуйте, друзья! Снова я, Максим Балаев. И сегодня я хотел вам рассказать, как проверить фидер на брак при покупке. Потому что первый мой ролик такой обобщающий, как проверять махи, баллонки, фидера на браке. Да, так в общих чертах. Он набрал большое количество просмотров, там 63, что ли, 65 тысяч, я уже не знаю, как бы, сколько сейчас. Вот, и люди пишут мне, что можно поподробнее, как проверить именно фидера. Потому что, видимо, сейчас фидеристов стало много, много покупают, и, соответственно, людям это интересно. Ну вот, на примере Фотона ПРО. И вот на его примере я, наверное, вам сейчас расскажу в двух словах, на что стоит обращать внимание. Значит, ну, скажем так, внешний осмотр. Внешний осмотр. Ну, он заключается в том, что вы просто посмотрели, как нет ли брака, влаки, подтеков каких-то и тому подобное. То есть, смотрим колечки по подтекам и так далее. Дальше. Начинаем уже более детально. Это вставка кольца. Да, ну вот, я предметно буду показывать, прямо вот по каждой отдельности. Вставка кольца. Берем двумя пальцами, заживаем вставку и попытаемся ее внутри прокрутить. Она должна сидеть жестко, должна не стучать, да, и не гулять, естественно, и не прокручиваться. Проверили. Каждое колечко, точность так же. То есть, на любом колене берем и вот так аккуратненько прощупываем. Дальше. Можно взять каждое колечко, посмотреть, насколько качественно бывают лапки. Так как вот я говорю сейчас о проверке фидеров, фидерах всех фим-производителей, да, вот. Ну, на фотонах про такого не бывает, и, в принципе, на качественных фидерах тоже. Но бывает иногда у недорогих фидеров перелом лапки. Такое встречается у бюджетных, как правило, фидерах. Вот. Поэтому, скажем так, берем колечко чуть-чуть и вот так вот не гнем, а именно вот такое легкое усилие даем, чтобы оно не хрустело и не надо его никуда загибать. Да, вот проверили вставочку, вот так покрутили и чуть-чуть посмотрели, не треснут ли вот эти лапочки. Да, у каждого колечка то же самое. Ну, соответственно, параллельно с этим смотрим лак, чтобы не было здесь каких-то подтеков лака, острых концов лака, для того, чтобы это не резало леску, на полет это не влияет, это не имеет значения никакого. Но леску это резать может вдруг, да, там, чтобы этого не было, мы проверяем. Торцы колен, точность так же. Очень важный момент еще. Берем колено папу, да, и вот это место вот здесь, в стыке, обязательно обрабатываем на всякий случай. Ну, можно рукой вот так, пальцем провести, да, а я беру иногда часто, ну, я беру, там, когда это нужно, да, ножом вот так вот обрабатываю ножом. Раз, фасочку такую легкую абсолютно сняли, и все замечательно. Для чего? Здесь, как правило, капли лака ставит производитель, да, просто капает лак, там, да, заглушечка такая небольшая и каплика лака. И вот эти каид-торцы рлака, они, когда вы вставляете в маму, да, вот эти острые края лака, они внутри подрезают, подрезают стык. И, соответственно, вот в этом месте может быть перелом. Такое встречается, и, кстати, не очень редко. Поэтому вот эти все стыки обязательно аккуратненько просто вот фасочку раз, сняли ножом, и все. И как можно забыть. Дальше, значит, по кольцам сказал. Теперь по поводу вот комли, да, ну, соответственно, проверяем просто визуально, все ли хорошо приклеено, ничего не толчит, да, вот эту немножечко шайбочку, да, там, торцевую прочь. Пробку, так называемую, да, пробку саму, у кого обои, у кого пробка, как правило-то обои, но вот здесь вот есть обои качественные очень, они не хуже пробки, а вот как в фотоне про, например, да, они на много-много лет пойдет, да, здесь видно его толщина этой пробочки. Вот если здесь посмотреть, здесь видно толщину пробки, то есть она действительно не, там, микроскопическая, как там, тонюсенькая, там, папирусная бумага, да, а действительно плотная, хорошая. Соответственно, сам материал, сама пробочка вот эта не должна быть иметь больших таких глубоких каверн. Это, опять же, включается часто на бюджетных фидерах, там, на дорогих фидерах этого нет, там, Грэдхэмфлагу, например, там, тут же Фатон Про, там, да, этого не случится. Я не встречал никогда, ну, потому что я понимаю, что туда заказывается пробка качественная, хорошая, она дороже, и этого не случается. У той пробки, у которой это есть, эти каверны, это чревато тем, что у вас она просто размокнет рано или поздно от рук мокрых, да, от прикормки, что от росы, да, когда наутром ловите, и у вас быстро ручка придет в негодность, просто раскрошится. Соответственно, у нового фидера перед рыбалкой обязательно снимаете это полиэтилен, чтобы там внутри это все не прело и не разрушалось. Вот, дальше, следующий момент, обязательно затягиваем сюда, берем катушку, сюда вставляем и, так, ну, с средним усилием затягиваем. Для чего это нужно? Иногда бывают такие косячки катушкодержателей, что мы визуально видим, что вроде с резьбой все в порядке, а на самом деле внутренняя часть резьбы, она где-то может быть слишком подшлифована. Такое иногда бывает, да, для того, чтобы у вас не получилось, а то на рыбалке здесь у вас все хорошо, там, вы видите, вроде все, там, ни к чему придраться, да, на рыбалке закручивать, она у вас щепок и прокручивается в этом месте. Либо, наоборот, вы начинаете откручивать, да, на рыбалке катушку снимать, у вас хоп, и часто, иногда бывает, остается вот эта верхняя часть лапки. Это тоже может быть из-за этих причин. Но главная, конечно, причина в том, вот таких вот поломок, да, там, держаков, именно из-за того, что вы слишком перетянули, потом, утром, когда ловите, да, днем солнце вышло, все расширилось, материалы расширились, плюс подсохла прикормка там внутри, что залипла влажная, да, которая была, и в итоге вы просто срываете. Поэтому избыточное усилие не нужно дозатягивать вот это, то есть должна быть плотная, хорошая затяжка, да, лучше на рыбалке два раза, там, если почувствуете, что у вас расслабило, да, чуть-чуть, вы чуть-чуть подтянули лишний раз, да, ну, вот, как бы, впервой, на, вот, прям, как бы, при сборке не нужно прям бешено затягивать и стараться, что там монолитом все стояло, ничего не нужно этого, потому что потом может просто не раз, ну, сломать держак. Второй момент, на что стоит обращать внимание, вот, в плане держака, это вот эта дырочка, вот, когда так откручиваете, да, полностью до конца фор и грипп, снимаете, вот здесь вот, вот эти торцевые части, где бланк входит в держак, где держак на бланк наклеен, вот здесь должно быть закрыто все. Вот видите, в пример, Photon Pro, здесь у нас такая специальная втулка стоит, алюминиевая, то есть она полностью закрывает герметично, то есть ничего туда не заливает, никакая вода не попадает, то есть все идеально здесь, ничего не разбухнет там, да, потому что часто бывает туда подкладывают даже некоторые производители и бумагу, и еще что-то там, картонка какая-то на нее уже держак клеит, а когда вода затекает или влага попадает, она разбухает. Вот, ну, соответственно, обратно все это закручиваем, хозяйство. Дальше, ну, по бланку, как я сказал, да, просто проверяйте. Дальше собираем фидер, но здесь я не буду вам собирать его, просто покажу, да, собираете полностью фидер и имитируете заброс, достаточно мощный, но не резкий, то есть чтобы не было у вас вот такого заброса, да, спиннингового хлыста. Вот, чуть-чуть с постепенным ускорением, но с хорошим таким прогрузкой бланка. Вот, в четырех положениях, один раз забросили, кинули, да, перевернули, второй раз, перевернули, третий раз, перевернули, четвертый раз. Можно потрясти, взять, потрусить вот так вот, тоже в нескольких положениях, обязательно переворачивайте, если есть какие-то косяки в бланке, вы почувствуете где-то щелчки или треск. Да, вот, в таком виде, несколько раз, да, можно попросить под нагрузкой кого-то из продавцов, да, кто, если разрешат, но не разрешат, может быть, уйти в другой магазин. Либо сами пускай меряют, скажите, вот, не доверяйте мне, пока я не оплатил фидеров, сделайте, чтобы я увидел сами. Раз это ваш товар, вы же должны правильно, я должен проверить под нагрузкой, фидер используется под нагрузкой, под нагрузкой. Пожалуйста, проверьте под нагрузкой. Я же его не буду вот так вот класть дома, да, и так далее. Поэтому некоторые недобросовестные продавцы могут вам отказать от этого, с этим, да, скажут, там, если сломаете, платите. А вы говорите, что с чего, если я даже сломаю, он же должен в таких условиях эксплуатироваться, он не должен ломаться. Вот, поэтому пускай сами это делают, сами сломают, сами вот, зато вы увидите, как это все происходит. Попросите в четырех положениях перевернуть, чтобы под нагрузкой все это было. Если негде, допустим, на улице помахать им. Дальше, вершинки. Все то же самое, просто визуальный осмотр колечек. Вот, и нету ли подтеков вот здесь, да, соответственно, вставляем каждую вершинку. Имейте в виду, что бывают вершинки, когда одна, допустим, зашла чуть глубже, вторая чуть, ну, не до конца, да, там, как первая, да, чуть-чуть там где-то миллиметра три может быть разница. Ничего страшного в этом нет, это не считается браком никаким. Главное, чтобы вершинка была плотная. Еще момент, да, вот, по поводу декомплектованных удилищ. Часто бывает так, что производитель продает запчасть, когда разбирает полноценный фидер. Допустим, вот нужно вот это колено кому-то, да, и я взял этот фидер, разобрал и отдал колено. Потом на следующий, там, год, полгода заказывается это колено отдельно. Опять отберется этот чехольчик с этим фидером, туда вставляется комплект и продается. Здесь момент какой, и качественные, правильные производители заказывают, как правило, эти колено с одного и того же завода. Для того, чтобы и дорны были одинаковые, и конусность была одинаковой. То есть, посадочный диаметр они могут соблюсти, да, но конусность не всегда получается. Поэтому, упомянусь, не очень добросовестные, скажем так, ну, либо добросовестно, они думают, что все в порядке, или не разбирающиеся просто в этом бывает, часто заказывают вот такие, вот такие запчасти для декомплектации назад, да, на других заводах, которые подешевле. Может быть, это происходит еще по второй причине, что на качественных, дорогих заводах минимальная партия заказа бывает достаточно крупной. И человек, и продавцы, они понимают, что им нужно заказать, достаточно большой заказ сделать, а им это просто не нужно, а запчасти нужны. Поэтому они этот заказ на запчасти переносят на другой завод, более дешевый, более бюджетный, ну, соответственно, низкокачественный, которые берутся взять, сделать им запчасти, там, на меньшую сумму, да, чем вот крупный, которого нужно было добирать обязательно удилищем, там, еще чем-то, чтобы они, где вот основная партия производится. Поэтому вот такие заводы, они грешат тем, что они не умеют работать с дорогими препредами, раз, да, и у них нету просто фактически этих дорнов. И они, получается, может получаться так, что диаметр-то им легко это все набить, да, соблюсти этот, сделать такое коленце, да, а вот конусность нелегко. И получается, что когда вы заходит одно колено в другое, то оно начинает постукивать. Вот вы берете вот так, да, оно стучит. То есть оно цепляется какой-то одной частью. Не в целом идет, как бы, да, соприкосновение всех плоскостей монолитом, да, а где-то она конусность не соблюдая, именно по конусности, да, и она цепляет только где-то здесь впереди, а здесь она гуляет. И получается так, что нагрузка вся в одной точке, а не по всему сопряжению, да, именно поверхности, получается. И, ну, соответственно, будет однозначно поломка. Поэтому декомплектованные утилища, у нас такие были, но мы часто, не часто, мы когда заказывали такие вот запчасти, мы заказывали с основной партии, только с того завода, на котором есть Дорны, да, эти. Вот, и то вот сейчас в последнее время это уже не стали делать. Вот, поэтому, но я знаю определенных производителей, которые грешат вот этими моментами, поэтому многие даже говорят им продавать эти палочки декомплектованные дешевле со скидкой. Поэтому имейте в виду обязательно, что когда вы где-то видите фидер, который там спиннинг, любой удочку, явно ниже, чем продает официальный магазин, это стоит об этом задуматься. Скорее всего, это декомплект, потому что декомплектованные утилища производители, как правило, дешевле им отдают. Они, соответственно, могут тоже маржу сделать фактически, да, ну, разницу, да, именно на меньшей сумме, да, сделав скидку такую. А люди думают, что это одно и то же, в общем-то, да, и на этом покупаются. Поэтому не советую, абы где покупать. Ну, и последний, наверное, вершинок мы коснемся. Ну, вот из комплекта, допустим, вот возьмем 0,5, это вот я сейчас покажу один момент, да, это не к тому, что так надо проверять, не надо так проверять, потому что действительно это некоторые там не понравятся производителям, это просто я вот сам вам показываю, как вот я часто это делаю, я вот беру вот так, и вот так вот заматываю вершинку на руку. Ну, видите, вот, ну, естественно, здесь она ломаться, если она сломается, она ломаться не должна, она должна полностью выдерживать все нагрузки. Ну, вот, смотрите, так, и еще раз заматываем за руку, вот такое. Вот, ну, и, соответственно, вот так взяли, погнули. Вот здесь еще какой момент по поводу этих вершинок? Почему нужно вот так их проверять? И я их проверяю именно вот в таком виде. Почему? Потому что производство у бланка и производство вершинки совершенно иное, абсолютно. Вершинка эта производится просто путем обжатия со связующим нитей. Поэтому, если в каком-то месте, грубо говоря, нет клея, и нитки просто здесь есть, здесь клеить, здесь есть, а в центре клей не доложили, ну, там, по какой-то причине. То в этой ситуации у вас может быть поломка, расслоение, так называемое. Поэтому, в общем-то, вот этот момент, его можно проверять. Расслоение может быть, естественно, и по другой причине, когда во время рыбалки, если у вас там рассоялась вершинка, это не значит, что она была бракованная. Да? То есть, ну, если вы вот именно взяли, вот как из комплекта, вот так вот нагрузили, допустим, как я вот показываю, да, вот я нагружаю вершинку, фактически я в колесо, видите, ее согнул, вот эту вершинку, и она у меня расслоилась, этого делать, конечно, она не должна, однозначно. То есть, это вот прямо перед продавцом вы показываете, вот смотрите, раз, и вот она расслоилась, я не буду брать или заменить вершинку. То есть, вот в этих частях. Да, то есть, и вот еще момент, коснусь по поводу, кто-то там где-то я слышал, что там надо эти вершинки, чтобы по ребру жесткости выставлены кольца. Я вот общаюсь со спортсменами, не знаю, там вот из первой десятки, из первой пятерки, да, но никто этим не заморачивается. Но с моей точки зрения, вот смотрите, я нагружаю вершинку вот от Photon Pro, я не знаю, на камеру видно или нет, у меня все колечки идеально идут, ровно, ничего не выворачивает никакую вершиночку. Даже если там какая-то вершинка в каком-то фидере, чуть-чуть ее вот высогнули, и немножко колечки ушли вправо, но я вот сколько лет ловлю, я ни одну вершинку, вам честно говоря, никогда в жизни вот так не проверял. То есть, у нас есть клиенты-покупатели, которые там один из ста, который приходит, а то вершинку там щупает микроскопом электронным, толщину вот проверяет каждый непосредственно, да, вставки кольца, чтобы выступ был одинаковый с этой стороны. То есть, вот эту вершинку, у нас были люди такие, которые проверяют там, ну, полчаса примерно вот эту вершинку, каждую. Понимаете, но это не ювелирка же, правильно? То есть, это все-таки, ну, какие-то перекосы, перегибы, да, там уже быть такие не должны. Ну, в общем-то, в двух словах так, поэтому имейте в виду, что подписчикам на социальные сети странички магазина Multifish мы предоставляем бесплатно запасные части ко всем купленным у нас удилищам в рамках проведения акции, а об этих акциях я буду указывать только в социальных сетях писать, больше нигде. Форумы, человек, кто присутствует на форумах каких-то там, русфишинг или еще какой-то там, да, матчфишинг там какие-то еще, они значения для скидок и для получения бесплатных запасных частей не имеют. Поэтому только подписка социальной сети в Facebook, ВКонтакте, Telegram, Instagram, YouTube, Routube и купленное у нас удилище. Вот только в таких ситуациях вы имеете право получить запасную часть. Более того, вы имеете право и будете получать накопительные скидки. Поэтому, опять же, только такие покупатели у нас получают тоже накопительные скидки. Поэтому помимо запасных частей, которые будут отдаваться бесплатно до двух штук в год в период проведения акции, вы можете этого, этого никто не проводит, кроме нас, да. Я повторюсь еще раз, да, что мы уже проводили эти, люди довольны, вы можете почитать объявления, Blackhole, Dio там и так далее, другие фирмы, которые люди получали, получили бесплатные там более 100 человек у нас, бесплатные запчасти. Мы раздали даже те запчасти, у которых нет, грубо говоря, официалов условно. Мы их имеем возможность у себя держать. Так что до новых встреч, всего вам доброго и не хвостайте шеи.